Шалом, добрый вечер. Мы сегодня начнем наш марафон такой вот, скажем так, на этой неделе мы начинаем, на следующей неделе мы сильно продолжим его по законам Песха, по приготовлению Песха и мы у нас, то есть те, кто уже подошел раньше, то есть до урока я уже сказал, есть особый Песах, это особый Песах, это когда преддверие Песха наступает в субботу, то есть сразу молодцы, и шаббат, и суббот начинает ледоцедр. У нас есть некоторые особые законы. Сегодня я начну, я разберу то, что называется бдикат хамец, уберу хамец, то есть проверка хамца и уничтожение хамца и аннулирование хамца, битуль хамец. И это будет нам, кстати, эти законы очень важны для того, чтобы понимать, что мы убираем, то есть, да, что мы убираем в Песаху, что надо убирать, что не надо убирать и так далее, где искать хамец, потому что бдикат хамец про хамца, оно базируется, где искать хамец. На базе этого мы улучшим, где его убирать, то есть, да, где его не надо убирать, потому что не надо его даже искать. Мы это пройдем относительно быстро, то есть, хватая основные вещи, а потом я более детально разберу именно особые аспекты нашего особого года, особого Песаха, который упадает в Моце и Шаббат. Но прежде чем мы войдем в эти законы, немножечко закон другой, тоже связан с Ниссаном, дело в том, что съем решено, в этот воскресенье начинается расходыш Ниссан и с ним вместе появляется обязанность благословять деревья плодовые, называется Берката Иланок. И поэтому немного законов, как делал Берката Иланок. Шурхан Ирух пишет, что человек, который выходит в дни Ниссана и увидел, как цветут плодовые деревья, то он должен был оставить. Сидур, то есть открыто, там все это написано, то есть создал в своем мире, то есть ничего не оставил, в мире нету ничего, недостачи чего-либо и создал в нем хорошее творение и хорошие деревья для того, чтобы люди получали удовольствие. Окей, когда их благословляют, это благословение, как мы сказали, с новомесяча Ниссана и вперед и дальше. Теперь, когда их благословляют, когда видят плода, то есть деревья, несущие съедобные плоды, даже если эти деревья одного и того же вида, не нужно два вида разных деревьев искать. И когда это делают? Когда видят цветение, то есть когда есть бутон. Мы видим бутон на деревьях, уже цветка, тогда мы благословляем. Кстати, потому что написано Ницаним. Сказано, что в Бавилоне месяц Ниссан назывался Ницан. Ницаним – это бутон, а Ницан – это месяц Ниссан. Окей. Теперь, изначально нужно благословлять, когда видят два дерева, то есть нужно два дерева, чтобы было. Кстати, люди иногда не обращают внимания, например, у нас стоят масличные деревья, они тоже сейчас цветут, у нас в Синауге стоят, там маленькие цветочки, но у него тоже благословляют, это тоже плодовое дерево. Есть вопрос, можно ли благословлять в Шаббат. Изначально в Шаббат не благословляют, так некоторые галактические авторитеты сказали. Почему? Есть те, которые сказали, что есть опасность, человек возьмет в руку ветку и нюхает, то есть благословляя, то есть может ее сорвать. Как запрет нюхать. В Шаббат нельзя несорванные цветы или несорванные растения нюхать, по причине того, что есть опасность, что их сорвет. Это одно объяснение, почему нельзя. Второе объяснение объясняет Кафахаим, что человек, который благословляет, он делает буре, то есть перебирает вещи, а точнее он выбирает искры святости из будничного. И благословение это делает, то запрещено. Окей. Большой галактических авторитетов сказали, что нет никакой проблемы благословлять и в Шаббат, по причине того, что первое объяснение, почему нельзя, нерелевантно, потому что в конце концов человек, когда благословляет, это не нюхать. Благословлять это не дрогают руками. Это когда нюхают, трогают руками, поэтому нет проблем. А второе, если мы говорим, что есть проблема доставать искры святости, так в Шаббат вообще благословлять нельзя. Мы там столько искры святости достаем, поэтому тоже нерелевантно. Короче, тот, кто хочет благословить в Шаббат, может благословить в Шаббат. Обычно это просто иногда, когда идут синагоги, есть сидуры, и вдруг там возле синагоги есть деревья, то уже благословляют сразу. Но, в принципе, в будний день было бы лучше. Теперь человек, который не нашел деревья, то есть забыл, потерялся, не благословил Ниссан, может продолжать и благословлять даже в Ярд. Следующий месяц, пока, в принципе, скажем так, пока не плоды, которые у дерева, не, скажем так, не шлама при. Пока не шлама при, имеется в виду, что цветок уже даже опал, и уже начал появляться плод. Пока он полностью не сформировался, то есть нет полной формы плода, можно еще благословлять. На этом мы заканчиваем удовлетворение на деревья и переходим непосредственно к нашему приготовлению к Песаху. Итак, начнем с бдикат Хамец. Проверка Хамца. Мы делаем проверку Хамца, когда мы проверяем Хамец с наступлением вечера Юдалит Ниссан, 14 Ниссана. То бишь, за день до Лелоседера мы делаем проверку Хамца. В принципе, есть разбор о логических авторитетах. Кстати, я уже сказал, я не хочу углубляться, если кто хочет посмотреть углубление со всеми источниками, со всеми мнениями, мудрецов первых поколений, последних и так далее. А советую, у меня есть запись на канале YouTube в разделе плейлист законы праздников. Там есть несколько записей предыдущих лет, где более детально разобраны эти законы. Поэтому здесь больше такое повторение и более, как я сказал, переход потом на все-таки особый наш поиск. Итак, дело в том, что зачем мы делаем эту проверку глобально непонятно. Потому что говорит тот сход, что нам достаточно сделать, аннулировать, сказать, то есть сделать битур Хамец, что этот Хамец мне принадлежит, превратить его в ничей, то есть да, что он мне никак, то есть со мной не контактирует и все. Почему-то нужно проверять, есть ответ, говорят, что опасность того, что ты составишь Хамец, то даже если он не твой, ты можешь просто в Песах нечаянно его съесть. И бывали случаи в жизни. Рабейн Унисим говорит, что, с точки зрения Торы, рано говорит, что или у них аннулировать, или проверять. Или-или. Проблема в том, что мы не доверяем, что люди реально аннулируют с чистым сердцем, отдавая все. То есть да, считая, что действительно он избавляется от Хамца, по этой причине наши мудрецы сказали делать и то, и другое. В любом случае, получается, что проверка Хамца, проверка, что нет Хамца в доме, это закон мудрецов. Окей. Теперь, когда мы точно делаем проверку Хамца? Я говорю сейчас в обычные годы. Потом мы перейдем к законам особого нашего Песаха, и там мы разберем еще нюанс. Но, в принципе, то, что я сейчас говорю, оно и релевантно и сейчас. Просто мы начнем разбираться, потом мы начнем разбирать нюансы. Дело в том, что у нас проверка получается... Мы в ночь 14-го не можем делать проверку по одной простой причине, потому что это лель шаббат, это вечер шаббата, то есть шаббат наступил. И мы будем это разбирать по-другому. Но с точки зрения, когда мы уже, да, будем делать проверку Хамца, вот со свечкой и так далее. Кстати, я сейчас скажу, нужна ли нам свечка и как. То вопрос, когда мы должны начать. По этому поводу сказано, орлию дали. То есть, да, ор это свет к 14-му числу. По этому причине, Рай ведь на прямом уровне говорит, что нужно начинать проверку Хамца, что нету Хамца в доме, то есть со свечкой-то ходить. Чуть-чуть до захода, то есть еще в сумерке. То есть не с наступления выхода, а в сумерке, когда еще есть немного света. То есть солнце зашло, и приступаем к уборке. И так действительно писал Гвиновский Гаон, Бах, Маген Аврам и так далее. Хотя Журхана Рухара, Мишна Брах и Пецхайм идут, скажем так, к мнениям большинства галактических авторитетов и говорят, что проверять начинают Хамец с выходом звезд. То есть, когда выходят звезды, нужно начинать проверять Хамец, свечкой и так далее. Теперь, есть вопрос по поводу этой диквы. Как ее нужно проверить? Как она должна выглядеть? Нужно лазить везде. Можно ли положиться, что я уже убрал все и, скажем так, символически пройтись со свечкой и на этом все закончить? Человек или нет? Дело в том, что мы действительно убираем наши дома. Мы выдраиваем. Никто не полагается на проверку Хамца в ночь. Хотя, в принципе, по Алахе этого достаточно. По Алахе можно ничего не убирать и всю эту ночь проверять Хамец. То есть, долазить, искать, есть Хамец, нет. То есть, в принципе, заниматься уборкой в саму одну ночь. Удача, пусть называется. Обычно мы долго и нудно убираем. Сегодня говорил с одним человеком. Он сказал, что его жена уже все закончила. Скажет, скорее всего, уже все убирать. К Песаху. Говорят, это марокканские женщины. Ты с ними не справишься. Говорят, меня она уже, по-моему, готова пару раз в экономику окунуть. Но она будет убирать до последнего. В любом случае, мы убрали. Мы все вычистили. Мы драйли экономикой и все мы учим средством. Надо после этого проверять что-то. Да что мы там найдем? Бруссалинский Атаму действительно поднимает вопрос и говорит про дворы Иерусалима, в которых едят, что же называется, халот туда в реке Кейназир. То есть, это халы приношения, благодарственные и так далее. И они Хамец. Их убирают каждый день, выдраивают, чтобы крошечка не осталась. Из-за запрета нутар, оставшиеся на ночь. То есть, да, это нужно убрать. Поэтому убирают постоянно. То есть, проверяют, чтобы крошечка не завалялась нигде. И спрашиваются, после того, как каждый день в течение года выдраивают любого крошечки в дворы Иерусалимские, то есть, там, где едят эти жертвоприношения, нужно им не убирать на Песах. Толмуд говорит, таки да, нужно убирать. Написано, широта, хрок, бенбдика, лебдика, чтобы не было разницы между одной проверкой и другой. Иначе будут халтурить в других случаях. То есть, там, где нет такой тщательной проверки постоянно. И тоже, это действительно написал Мордых, что даже если нас убрали дома, до этого нужно проверять и проверять серьезно. Турмад Адешин сказал, что те люди, которые со свечкой делают, то есть, называется, такую церемонию, походили со свечкой, посмотрели. Не знаю, всегда мне вспоминается Шерлок Холмс, то есть, собака Баскервелли. С этой свечкой, то есть, да, вот. Так вот, это плохо, так не надо делать проверку, нужно все-таки приложить какие-то усилия и искать по-настоящему Хаммедс. Причем вопрос, как проверять, то есть, скажем так, нужно подумать, где реально может заваляться Хаммедс. А где он может заваляться, когда вы убираете? Я вам скажу, где он может заваляться, а вы даже забыли его. Он может остаться в пылесосе, которым вы пользовались, потому что пылесос-то тоже чистить надо, там Хаммедс тоже может лежать, собранный причем. То есть, аккуратненько собраны, крошечка-крошечка, то есть, да, там и казает будет. Вот. Где он еще может быть? У кого есть дети, он может быть везде. У кого есть дети, он может быть просто везде. Включая того, что у меня однажды, я уже рассказывал, когда обычно в пылесах преподаю, это вспоминаю, содрогаюсь. Когда мы все убрали, все вычистили, зал вычистили, и вдруг я захожу, мой старший сын, у него большой дядя с бородой, но тогда он был маленьким мальчиком, стоит с хлебом, я не знаю, где он взял, стоит с хлебом, точнее с булкой, и запихивает, если кто помнит, были кассетные магнитофоны, я знаю, что это такое старье, то есть, да, и открыл, у нас был кассетник, он его открыл, и запихивает туда кусочки хлеба. Я говорю, что же ты делаешь? Я кормлю магнитофон, он голодный, я его кормлю. Если у вас есть деньги, у вас хамес может быть везде, ищите везде. Если у вас дети взрослые или, скажем так, не такие кормящие магнитофоны, то в принципе в пылесосе может быть, в карманах одежды после пурима, кто оставлял шоколадки в карманах одежды и так далее, и так далее, и так далее. То есть, нужно просто подумать, реально, где может быть хамес, и можно найти, и там выискать. И так пишет Маген Аврам, то есть, в принципе, человек, который хорошо убрал, все равно нужно проверять по-человечески, со свечой и так далее. Окей, теперь вопрос такой, что нужно проверять, и отсюда вытекает, что в смысле объяснять, вытекает отсюда, что надо убирать. Во-первых, нужно понимать, какой хамед запрещен. Есть гмараф тратати Псахин, который говорит, что нужно, скажем так, остерегаться. Имеется в виду, что есть такая вот миска, и в ней есть трещины. То есть, раньше там делали, видно это из глины и так далее. Нужно опасаться, что есть тесто в этих трещинах. То есть, в принципе, его тоже нужно уничтожить. Из этого выходит, что даже хамец, который меньше, чем казаи, чтобы казаи был, это как с маслина, то приблизительно 27 кубических сантиметров, то есть это грамм. То есть, даже если меньше этого, то есть опасения, что они соберутся вместе и станут казаи, и нужно уничтожать. С другой стороны, гмараф в трактате Псахин в другом месте говорит, что проверка не установлена ради поиска крошек. Крошек. Крошки – это ноль. Это абсолютно ничто, и ради него проверять квартиру, то есть ничего не надо. Крошки мы не ищем. Окей, как это объяснить? С одной стороны, написано, что мы опасаемся, что маленькие-маленькие остатки теста соединятся и будут запрещены. С другой стороны, мы крошки не собираем. Ответ очень прост. То есть, он так объясняется, на головах объяснено. Там, где есть опасения, что хамец может соединиться друг с другом и дойти до большого количества, с размером с маслиной и больше, то это запрещено. Потому что запрет хамца, который нужно уничтожать из дома, есть нельзя в любом виде хамец. Даже очень маленький. Но то, что не должно быть в доме, это больше кизаев. Это больше, чем с маслиной. То есть, 27 грамм. Если это меньше этого, то тогда проблема, если это соединиться вместе. То есть, если соединиться вместе, то не надо это искать. Но, а почему Гмара говорит в одном месте, что да, нужно опасаться, имеется в виду, уничтожить. То есть, искать не надо, но если нашел, то надо уничтожать. Даже маленькое количество хамца. То есть, это не то, что увидел немного хамца, пошел мимо. Нет. Если нашел, надо уничтожать, но искать не надо. Это то, что говорится. С другой стороны, есть очень интересный момент. Сейчас, насколько нужно драйвить квартиру. Стул, который прикоснулся Хамед, его надо выдрайвить. И пишешь у Ханарух, и тот, кто это делает, у него есть на кого полагаться. Что это за странная фраза, что это за странная аллаха такая? Мишнабурак говорит, что имеется в виду, что не надо смеяться и издеваться над тем, кто это делает. То есть, да, типа, что он дурак, и это слишком большая хумра, то есть, да, слишком большое устражение. То есть, он имеет в виду, что Ханарух не что так надо делать, а что если кто-то так делает, то не надо над ним смеяться. То есть, да, хумра, да, но уважая чужие обычаи. Правда, Шар Цюн написал, что еврейский народ, они такие вот к душим, и они устражили на себя даже бемашу, то есть, даже маленькая крошечка уничтожает. Это мы выметаем из нашего дома. Я думаю, что они должны были сказать мне это не бне, хотя про женщин, это не Исраиль в душе, а нашот Исраиль в душу, святые женщины Израиля. Но есть очень интересный момент по поводу женщин и уборку. Но это чуть позже мы об этом скажем. В любом случае, выходит по этим мнению Шара Циуну, Мишнабура, что надо таки да, серьезно убирать, лазить везде, все выдраивать. Но аллаху, в принципе, можно облегчить, и не надо искать каждую крошечку, которая меньше казань. Убираем, убираем серьезно, но без фанатизма, скажем так. Окей, теперь давайте разберемся некоторые примеры, что, как и почему нужно убирать. Например, книги. Вы знаете, что есть люди, которые устраивают выгулку книг перед Песхом, то есть, да, проведали. Конечно, хорошо проведали книги от пыли, это замечательно и прекрасно. Но в книге, по идее, не может быть хамца наказает по причине того, что если в книге такой размер хамца, то книга не закроется. Слишком много хамца в ней. С другой стороны, даже если там есть книги хамец, то есть, она, наверное, разредоточена и не находится в одном месте. Там казань-то не будет в одном месте, иначе книга не закроется. Когда зачем нужно проверять книги? Галактически написали по причине того, что есть опасение, что когда я книгу раскрою над едой, и если там будет крошка, она упадет в еду в Песах, вот тогда будет проблема. И потому что в Песах хамец попадает в еде, он запрещает, сколько бы его не было. Там не нужно сказать. Сколько бы не было, даже крошка запрещает. Таким образом, что из этого выходит? Очень просто. Когда мы убираем на Песах, книги выбуливать не надо. Вы хотите убрать их от пыли? Хорошо, возьмите пылесос, проведите. Очень хорошо, я сына ставлю, снять пыль с книг, то есть даст пылесос, он очень быстро. Не надо каждую книгу, а тем более каждую страничку открывает. Запрещайте каждую страничку. Может, у дома книг мало, но у меня книг очень много. То есть, если я займусь каждую страничку проверять, я могу две недели Песах только их проверять. Обычно я ставлю неемных книгами, в любом случае. Так вот, какие книги стоит проверить? Те книги, которые будут раскрываться над столом или раскрывались над столом. Например, Хумаши и так далее, когда Двартура говорят за шабатным столом. Плюс Берконы, то есть вот эти молитвенники, сказать Беркат Амазон, их тоже. А вообще лучше иметь отдельный сет. У меня есть будничные, то есть, скажем так, на весь год, Беркат Амазоны. И у меня есть Беркат Амазоны пасхальные, лежат с пасхальной посудой. Мы их просто меняем. То есть убираем эти, достаем те, и все. Я даже не пытаюсь проверять. Агадот на Песах я, естественно, не проверяю. Кстати, в Агадот на Песах мацу я иногда находил, кусочки мацы, но это не проблема. Это с книгами. Шкафы. По идее, шкафы, да, надо проверять. Правда, Раф Клюгер написал, что если шкафы хорошо-хорошо вычистили, убрали в Песах, то есть шкафы, любые шкафы, то в них хамца нет. То по идее, и не надо ничего проверять. То есть, да, в принципе, можно пройти мимо них, когда ты делаешь проверку хамца со свечкой. Это не обязательно. Правда, если у кого дети дома снова, у вас все, то есть за саду нужно проверять все. Теперь, одежда. Нужно ли проверять все карманы, все одежды на наличие хамца? Постиранную одежду проверять не надо. Почему не надо проверять постиранную одежду на хамец? По причине. По причине того, что когда я ее стираю, это и есть уничтожение хамца. То есть, да я хамец не уничтожу. Если же у вас есть нестиранная одежда, например, не знаю, куртки и так далее, особенно те, которые выходили на пурю по дому во время карантина, то стоит проверить их на наличие еды в карманах, может быть. Стоит проверить. Окей. Что еще? В принципе, глобально снова. Нужно продумать, где может находиться хамец. То есть, в тех местах, куда хамец не заходит никогда. Допустим, люстру на хамец проверять не надо. Там, скорее всего, хамца не будет. То есть, да. Если у вас есть бойдем, то есть, да, знаете, вот такая вот типа кладовка такая вверху в Израильска. Если там лежат вещи, вы туда еду не запихиваете, никогда не вытаскивали, то просто они там лежат, не надо разбирать бойдем. Если, конечно, вы пыль хотите вытереть, пожалуйста. Нужно запомнить несколько правил. Авак ино хамец. То есть, пыль – это не хамец. Муж – это не курбан-песах. То есть, это не пасхальное жертвопродношение. Точнее, спрашиваю, дети – это не курбан-песах. Не пасхальное жертвопродношение. Вегабаль ино курбан-олевый юрет. То есть, это ашам. То есть, да, и муж – это не подымающая, спускающая жертва. То есть, да, залезь туда, спустись туда. Не нужно стирать всю квартиру. Не нужно стирать все шторы. Пыль на трисах тоже не является хамцом, если вы не успеваете. И мыть окна тоже не является хамцом. И санузел тоже, в принципе, не за хамецом. Обычно. И бачок тоже в нем. Нужно реально смотреть на вещи. У вас есть время убрать квартиру, генеральный убор квартиры. Ради бога, пожалуйста. Но нужно искать и убирать именно хамец. Там, где он может быть. Кухня – это вот там вот все нужно проверять, там все нужно убирать. Это рассадник хамца. Место, где мы едим. Детские комнаты, например, вокруг их столов и компьютеров. Особенно в эти дни, когда они год просидели на зумах. Там точно хамца будет выше крыши. С чем что они едят? Возле их кровати детских. Если вы любите, конечно, поесть в кровати, то тоже стоит проверить там. Каждый подумает логически. В принципе, хамец, который с крошечкой и так далее, искать не надо. И там, где хамец по определению быть не может, тоже его искать не надо, убирать не надо. Но нужно убирать там, где это может быть. Окей. И как мы делаем саму проверку? Саму проверку мы берем свечку, заблагословляем благословение, которое написано в Агаде. Если человек забыл, кстати, благословить, то есть не забыл, посмотрите, пошел, начал проверять, то, в принципе, он может благословить. Пока он занимается проверкой, он может благословить, никакой проблемы нет. Теперь, разговаривать нельзя. То есть, в определенном случае между благословением и началом уборки нельзя говорить ни слова. Точнее, проверки, я говорю, уборки. Проверки хамца, то есть вы зажгли свечку, благословили, начали проверять. То есть, до того, как вы начали проверять, нельзя говорить ни слова. Иначе вам придется благословлять снова. Если же вы начали убирать, то есть уже начали проверять, ходить, искать, то вы можете говорить о вещах, связанных с проверкой. Кстати, если некоторые выключают весь свет в квартире, это не надо делать. Нет обязанности выключать весь свет в квартире. Наоборот, как раз электроэнергия очень хорошо помогает при освещении. Чем хороша свечка, она фокусирует, чтобы свет фокусировался на точках. По этой причине свеча фокусируется на точки. Для этого факел не используется, потому что факел, он не фокусируется, он освещает глобально, и он оставляет в затемненные места. И наше электричество, оно вообще гениальное, потому что оно заполняет все. Поэтому, в принципе, не надо. Но если вам так нравится, можете выключить свет, то более романтично искать хамец. Насколько это известно, непонятно. Теперь, можно ли помогать убирающим? Да, можно, чтобы люди дать домочадцам. То есть, каждый, у кого есть большие дома, у кого у вилла. То есть, это твоя территория проверяет, это твоя территория проверяет, это твоя территория проверяет. Теперь есть очень интересный момент. Могут ли женщины проверять КРИ, то есть, оттуда вытекающиеся убирать на ПЭС. У меня одна женщина просила, есть русалимский талмут, который говорит, что женщины не доверяют это дело. По причине того, что они ленивы. И поэтому им не доверяют уборку. То есть, не уборку, а проверку хамца. Из этого является уборка. У меня одна женщина попросила, чтобы я ей показал, где это написано. Она хочет мужу перед ПЭС показать, что типа она не убирает, пусть он убирает, а она ленивая. То есть, да, ей запретили. На Галаху мы, естественно, так не устанавливаем. Более того, Аруха Шульхан написал, может быть, раньше женщины какие-то были ленивые, но наши такие, что ого-го, наши любому мужику доставят фору в этом деле. Поэтому мы полагаемся на женщину. Есть один вопрос. Надо ли класть… Кстати, еще вопрос по поводу, где проверять. Машина. Машину проверять надо. То есть, машину нужно убирать, проверять надо. Это место, где хамец может быть. Как проверять машину? С машиной есть проблема с благословением. По причине того, что это не дом, это металлитолин, это движимое имущество. Это, скажем так, недвижимое имущество. По этой причине обычно благословляют дом, начинают проверять дом, а выходят, проверяют машину, как захватив это благословение и возвращаются назад домой. Это я забыл сказать. Кстати, нужно ли класть 10 кусочков? Знаете, есть такое обычное класть 10 кусочков. В принципе, не обязательно. Это связано со спором, на что мы точно благословляем. Благословляем на уборку или на уничтожение хамца. А если на уничтожение хамца, то, по идее, мы должны что-то найти. А если мы ничего не нашли, то мы благословение всказали в пустую. А если мы именно на уборку, так мы заповедь выполнили. Точнее, не в уборку, а на поиск, то мы поиск сделали. И, в принципе, все нормально. И все. На Галаху установили, что мы, в принципе… Шухан Арух написал Битюсеф, что Леха Шишуля, а не яхт летим. Нет, не обязательно. Хотя Роман написал, что это древние обычаи, то есть, и стоит это делать и так далее. Но снова. Нет проблемы. В любом случае, желательно, чтобы когда человек кладет эти 10 кусочков, чтобы он их потом нашел. Иначе, если он не найдет хоть одного, ему станет весело. Ему станет весело по одной простой причине, потому что ему придется убирать всю квартиру, искать дедушку кусочек делся. Вот. Поэтому, кстати, еще одна вещь, чтобы они были помощью, а не проблемой. Кладите в этих кусочках хамец меньше козаида. То есть, хамец должен быть меньше, чем запрещен. То есть, меньше того, откуда начнется запрет. И тогда вам не надо будет кусочек искать, если вы его не нашли. Во-вторых, кладите хамец, который не крошится, чтобы вам не начал крошиться везде. Например, хорошо этому подходят макаронины. Одна макаронина – классный хамец. Он и не крошится, и он маленький. И вот это можно использовать как хамец для поиска. Еще один вопрос по поводу, можно ли проверять с фонариком. Я вам скажу, не только можно проверять с фонариком. То есть, в принципе, проблема – это именно сосредоточение свет. Фонарик, он сосредотачивает свет. С ним можно и проверять, и более того, если под диванами или в местах, которые, скажем так, внизу или внутри шкафа, даже лучше проверять с фонариком и в машине, например, потому что человек так проверяет тщательнее. Потому что, когда он со свечкой, он боится, что свечка подождет что-нибудь или накапает на что-нибудь. По этой причине он недостаточно тщательно залазит, чтобы посмотреть, в отличие от имея в руке фонарик. После того, как человек сделал проверку хамца, он собирает весь хамец, обычный пакетик, чтобы он не рассыпался нигде, и делает бетуль. Есть ночью бетуль хамец, причем на хамец, который не нашли. То есть, мы делаем бетуль, то есть, аннулирование хамца, что он больше нам не принадлежит, но не тот хамец, который мы нашли, а тот, который мы не нашли. Вдруг, если не нашли, потому что он, который мы нашли, мы еще кушать будем. И потом утро ему сжигают, и на этом все. Тоф. Это глобально о проверке, глобально о том, кто проверяет, и что нужно убирать. Я думаю, что мы немножко поняли, если, может быть, у кого-то какие-то вопросы пока. По уборке, я хочу перейти, по уборке, что убирать, как убирать, потому что я хочу перейти на особые законы, именно эры в Песах, Шахальба, Шаббат, то есть, вот этого вот особенного в этом году Песаха, когда, как мы будем проверять хамец, убирать хамец, точнее, проверять хамец, уничтожать хамец, и что мы будем делать с хамцом в Шаббат в этот особенный год. Поэтому, есть ли вопрос или нет, именно по проверке, вы говорите, да, Таля, какая вопрос? Фонарик, который в телефоне, тоже можно, да? Да, конечно. Окей, тоф. Сейчас, значит, я понимаю, что вопросов больше нет. Я перехожу к проверке и уничтожению, и аннулированию хамца в наш особый год, когда Песах начинается в Моцей, Шаббат, и мы не можем по-человечески проверять и дело уничтожать. В преддверии Песаха перед Лиласыном. Итак, когда мы делаем бдикат хамец, то есть, когда мы ходим со свечкой по дому, со свечкой, с фонариком, Рамбам пишет, кшикашер эры в Песах, то есть, когда эры в Песах наступился в Шаббат, то есть, когда в преддверии Песаха в Шаббат, то мы делаем проверку раньше, чем 14-я Несана. То есть, например, проверка делается в этом случае в четверг, не в пятницу вечером, как должно было быть близко к Песаху, а проверка со свечой делается в четверг. Кстати, есть еще постпервенцев. Кстати, постпервенцев обычно делается в преддверии Песаха, в этом году он будет в четверг, то есть, еще раньше. Так вот, теперь, человек, хорошо, человек не проверил вечером, то есть, вечером в четверг он не проверил, можно проверить в пятницу в этом году. Дело в том, что человек, который не проверил в четверг, проверяет в пятницу с утра, причем благословляя в этом случае. Почему? Потому что время проверки хамца еще не прошло по-настоящему, ведь оно должно было быть в шаббат вечером, то есть, в лень шаббат, пятницу вечером, потому что не прошло. Обычно, то есть, мы уже не благословляем, когда мы прозевали время, а здесь мы время не прозевали, мы просто раньше проверяем. Мы делаем проверку раньше, теперь человек не проверил в пятницу, забыл, не знаю, привык, что всегда вот он проверяет, а на следующий день Песах не знал, не проверил. Может ли он проверить в шаббат, сделать проверку Хамца в шаббат, сделать вот эту прогулку со свечой. Допустим, свеча горела до шаббата. Взять шаббатную свечу и начать с ней гулять, проверять. Так вот, человек не проверяет в шаббат, не делает декад хамец в шаббат. Почему? Именно из-за проблемы, что свеча, то есть, сделанная будет ходить со свечой, он ее возьмет, брать ее нельзя, это мукцы. Правда, можно было прозбираться, мукцы это запрет мудрецов, и проверка Хамца это повеление мудрецов. Кстати, это показывает, что повеление мудрецов, это было повеление Торы, чтобы оно запрет мудрецов сдвинуло. Так вот, и казалось бы, повелительная заповедь должна отодвигать запрещающую заповедь, как и в Торе. Может быть, и мудрецов так же работает? Нет, у мудрецов так не работает, потому что запрет мукцы намного более мощный. Но у человека, который горит серьезный, хороший электрический свет, он в крайнем случае, таки да, может сделать проверку и в сам шаббат. То есть, давлель, шаббат, если у него шикарный, хорошо горячий электрический свет, и он не проверил вовремя, в четверг, когда нужно было проверить, и в пятницу прозевал, то он может сделать в этом случае в шаббат. Теперь человек не проверил до шаббата, в шаббат света хорошего не было, вот такая вот штука. Что делать? Когда проверить, то есть, можно ли проверить в леля-седр? То есть, передоступленный леля-седр проверить. Или мудрецов, проверять в любом случае надо, это обязанность. И есть спор проверить в леля-седр, то есть, с выходом шаббата, или уже проверять, сделать декад хамец. Кстати, вы знаете, простой год, если вы не проверили перед праздником, проверяйте в мудреце первого дня праздника, то есть, с исходом праздника. Здесь вопрос, то есть, у нас два дня получается. В леля-седр или в йом-решон, то есть, или на исходе первого дня праздника. Мишна Брана Аллаху постановил, что человек, который сделал битуль хамец, то есть, аннулировал хамец, как мы будем его делать, мы о чем-то говорим. В шаббат он-то сделал, как полагается, до, то есть, скажем так, до запрещенного времени, то есть, в принципе, до момента, когда оканчивается время уничтожения хамца, то он проверяет, если не проверил вовремя, проверяет на хамец только в мудреце и йом-топ, то есть, только на исходе праздника, уже первого дня праздника. Но это снова, если он не проверил в четверг, как полагается. И в пятницу не проверил тогда. Если же он не сделал вовремя аннулирования хамца, то есть, прошло время, разрешенное для аннулирования, то он должен проверять в леля-седр. Окей, теперь, все хорошо, с проверкой хорошо, никто, скорее всего, четверг не забудет сделать проверку перед шаббатом, четверг, все нормально. Теперь, как мы делаем биур хамец? Когда мы его делаем? Когда мы делаем уничтожение хамца? Проверить хорошо, сходили с свечкой в четверг, тогда же мы его уничтожаем. Мишна в трактате Псахим Син занимается с ним вопросом и приводит нам по этому поводу спор мудреце. То есть, говорят, если выпал у нас такой вот Песха, как в этот раз, то есть, Шаббат, преддверие Песха, то уничтожают, его утилизируют перед шаббатом. Раби Мэйр так говорит, а мудрецы говорят Базман вовремя, то есть, в шаббат. Его утилизировать нужно в шаббат. Раби Лезер Бараби Цадок говорит, то есть, Бар Цадок говорит, трума Мелефней Шаббат Хулин Базман. Он говорит, если это трума, то есть, хамец, который трума, который приносит коинам, то тогда до шаббата, а если это обыкновенный хамец, который любой человек есть, то в шаббат. И вот это выходит, Раби Мэйр говорит, нужно делать утилизацию хамца до шаббата, а мудрецы Раби Лезер Бар Цадок с нашим хамцом говорят, сам шаббат нужно утилизировать, проверять в четверг, а утилизировать шаббат. Окей, в чем спор, как и принять этот спор. Бада Мор объясняет, что спор между ними в том, как утилизировать хамец. Как бы варим хамец. Раби Мэйр считает, как Раби Уда, единственный путь уничтожения хамца, который нужно уничтожить, это сжечь его. Так как и сжечь в шаббат невозможно, запрещено сжигать что-то в шаббат, то все, делаем перед шаббатом, выбора нет. Но мудрецы же считают по-другому, ведь хамец не обязательно утилизировать сжигание. Его можно утилизировать, допустим, когда его крошат и развеивают на ветру, это тоже утилизация хамца. Или, например, бросить его в море и так далее. Бада Мор еще добавляет от себя съесть, тоже нормально, это тоже утилизация хамца, это тоже бюрхамец. Вот, то есть, как бы получается, он так объясняет спор. Теперь, что за лохой? Рамбам приводит, что нужно уничтожать хамец, то есть делать бюрхамец, как полагается, в пятницу, то есть до шаббата, в шаббат мы не делаем. То есть, оставляет тот хамец, которым хочется воспользоваться на шаббат, мы еще поговорим об этом, как в шаббат хамец есть, есть ли хамец, решение есть и так далее, что с этим делать, как с хамцом этим шаббат делать. Оставляет то, что ему надо на шаббат, говорит Рамбам, и потом, а все остальное, то, что ему не нужно уже на шаббат, уничтожает в пятницу, то есть перед шаббатом. А если остался хамец после четырех часов, то есть первых четырех часов дня, вместо временных часов, это когда делят сутки, то есть день от восхода до заката на 12 частей, вот такая одна часть называется временным часом. Первые четыре временных часа от восхода солнца, это и есть те времена, разрешенное для поедания хамца в преддверии Песка, то есть сам шаббат. То есть, если у него остался после этого какой-то хамец, то он должен его аннулировать и положить на него какой-то предмет, то есть накрыть его и уже уничтожить его с выходом праздника. Этот хамец. Так пишет Рамбам. Очень все хорошо. Из этого выходит, что Рамбам считает, что нужно, что уничтожение хамца должно быть только с помощью сжечь его, а не как мудрецы, которые считают, что многие способы. То есть, если мы берем объяснение Балямаура, проблема в том, что Рамбам считает, что можно хамец уничтожать разными способами. Можно сжечь, а можно развеять, а можно бросить в море. Получается, что Рамбам не так видит спор между рабимиром и мудрецами. Таким образом, почему тогда, по мнению Рамбам, уничтожает хамец до шаббата? Ведь можем шаббат сделать, развеять его или так далее. Мы можем дать ответ из законов шаббата. Почему нет? Можем дать ответ законов уничтожения хамца. Почему нет? И можем сделать ответ из композиторики. Законов шаббата и законов уничтожения хамца. Итак, законы шабата, может быть, Трампом считает, что превращать хлеб в труху, то есть его крошить, на маленькие-маленькие-мелкие части, это производная работа от запрета тухэн, то есть молот в шабат. По этой причине, шабата делать нельзя, то есть и сжечь нельзя, и это нельзя, то есть можно объяснить так, как превращено Лямера. Можно объяснить с точки зрения уничтожения. Дело в том, что есть очень интересная вещь, есть вопрос по поводу заповедь Тажбиту, то есть Тажбиту, если вы сделаете так, чтобы у вас не было хамца в доме, Тажбиту это уничтожить, то есть уничтожить хамец, чтобы вас не было. ля жбит, чтобы не было. Минхан Хену задается вопросом, это жбит, это активная заповедь или пассивная? Что такое активная или пассивная? Активная заповедь имеется в виду, что я должен реально взять хамец и его уничтожить. Пассивная имеется в виду, что если я не нашел хамца, его нет, то все нормально, у меня в доме нет хамца. То есть она пассивная исполняется. Кстати, на что это влияет? На влияет на очень интересный момент. Если вы вдруг кушали-кушали весь хамец, и у вас хамца больше нет, и вы уничтожали, то есть вам даже нечего искать, нечего уничтожать, но нет у вас хамца. То есть даже когда вы будете искать, вам нечего сжигать. Вопрос такой, нужно ли ради того, чтобы сжечь, покупать новый хамец, чтобы его сжечь, чтобы исполнить заповедь Ташбиту? Это если заповедь активная, так и нужно покупать. Идти покупать, чтобы сжечь, уничтожить. Если же заповедь пассивная, то не надо. Нету, так нет. Все. И жбатайте. И скорее всего Рамбам считает, что в этот вопрос и стоит в базисе спора между Раби Мэйром и Мудрецом. Раби Мэйр считает, что Ташбиту это тоца, то есть Ташбиту это привести к понятию, что у тебя нету, то есть у него не должно быть. Таким образом он говорит, когда в пятницу, в шабах произойдет время, когда нужно сделать биур хамец, так у тебя его нету, ты его уже в пятницу уничтожил. Все, заповедь исполнена, то есть биур хамец, и сам шабах, и все нормально, но это делают перед шаббатом. Мудрецы говорят, нет, заповедь активная, нужно встать и работать, его уничтожить, его нужно делать в шаббат, не можем сжечь, и другими способами. То есть можно объяснить это так. И получается, что Рамбам считает, как Краби Мэйр, что заповедь Ташбиту, то есть чтобы не было хамца, она пассивная. Да, нужно прийти к этой ситуации, а не нужно руками уничтожать хамец. Можно сказать, соединить вместе эти объяснения, то есть что проблема и в шаббате, и проблема с уничтожением хамца. Как? Немножко вернемся к законам шаббата. Дело в том, что запрет Тухен, то есть молоть в шаббат, он существует, когда я что делаю? Когда я что делаю? Когда я что-то перемалываю, то, что еще не перемололи. Если же перемалываю то, что уже было перемолото, запрета нет Тухен. То есть перемалывать перемолотое, запрета нет. Еще есть одна вещь. Почему, кстати, нет запрета перемалывать перемолотое? Потому что ты ничего нового не делаешь. Нет ничего нового творения. А ведь проблема – это новое творение. Второе объяснение, потому что молоть запрещено именно в вещах, которые соединены вместе, скажем так, природным способом. То есть, например, мелко дробить овощи, мелко дробить фрукты или выбивать из зерен муку. Они природно соединены, их раздрабливают. Но то, что было соединено уже с человеком, а не природно, то там нет запрета Тухен. То есть, Тухен дробить только то, что природно соединено. Если мы берем первое объяснение, что проблема, почему нет Тухена Хар Тухен, потому что нет нового творения, то в 14-го Ниссана так и да, будет новое творение. Что новое происходит? Я, когда, если я крашу хлеб, то я, конечно, это Тухена Хар Тун Эфхена, там молоть после того, что уже перемолоть, то есть муку уже делали, но дело в том, что я исполняю таким образом заповедь Тажбиту, а это новое творение и таким образом нарушающее шаббат. То есть, когда выпадает эра в Песах, то есть в Шаббат, то есть когда выпадает преддверие Песах в Шаббат, и может произойти ситуация, когда Тухена Хар Тухен Хая, когда перемолоть, перемолоть, а будет запрещено. То есть можно так объяснить. Поэтому Раба говорит, нельзя это сделать, что поделаешь. Это запрет Шаббата, соединенный вместе с вопросом уничтожения. Все хорошо и замечательно, так можно объяснить. Можно, конечно, объяснить, что есть одна проблема. Все красиво и замечательно, но по всем этим объяснениям получается, что Рамбам установил Галаху как Рабим и Ир. Но ведь есть у нас правило. Ирхид в Рабим, Галаха кирабим, то есть одиночка и многое, то есть мудрецов вместе, то Галаха будет как по большинству. И это то, что, кстати, Райвит спрашивает. Он говорит, ничего подобного, то есть Аллаха как Рама, как мудрецы, поэтому уничтожать Хамес нужно не перед Песхом, а в... То есть не перед Шаббатом, а в Шаббат. Когда и время уничтожения Хамца по-настоящему, то есть 14-ая Ниссана. Бейт Юсеф, Рабь Йосеф Карп, пытается объяснить по-другому. Говорит, что по-настоящему все нормально. И он говорит, что и мудрецы, и Раби Мэйр считают, что изначально нужно уничтожать Хамец в пятницу, перед Шаббатом. А в чем же тогда вопрос? А вопрос и спор между ними, который в Мишне, это что делать с тем, что оставили? То есть тот Хамец, который оставили для того, чтобы Шаббат есть, вот потом с ним что делать? То есть Раби Мэйр, естественно, объясняет, что его нельзя уничтожать. И все, то есть как бы... А мудрецы говорят, конечно же, его уничтожаем, за то, что осталось, то есть все, можно уничтожить. И в этом случае Рамбам устанавливает Аллаху как мудрецы. Весь Хамец изначальный, который не останавливается на Шаббат, мы сжигаем, уничтожаем в пятницу. Это Аллахат. То, что осталось потом в Шаббат, то, что мы оставили на Шаббат, если вдруг осталось, то мы это уничтожаем и в Шаббат. Каким способом? Мишна Мура пишет, то есть есть два способа. Или в унитаз бросить и смыть, или залить этой экономикой мусор, например. Заливаем экономику, бросаем мусор, становится непригодным к еде, тоже уничтожим. Окей, на Аллаху, как я сказал, Шурфанур постановил Аллаху как Рамбам, что когда преддверие Песоха выпадает на Шаббат, то мы сжигаем Хамец в пятницу. Не в Шаббат мы уничтожаем его, а именно в пятницу. А то, что осталось от Хамца, который мы едим в Шаббат, то есть если мы оставляем на Шаббат, мы еще поговорим, когда мы говорим о трапезах. Оставлять на Шаббат Хамец, не оставлять на Шаббат Хамец, как делать трапезу, мы еще поговорим. Но в принципе, если осталось, то можно его бросить в унитаз или залить экономикой и бросить в мусор. Кстати, кстати, вы знаете, что мусор, как и в Израиле, мусорные баки, они общие. Они принадлежат вам. То есть, допустим, если бак, то есть с ним что-то случилось, вы покупаете новую, деньги с вас берут. Поэтому это общий бак. Поэтому если ваши соседи светские туда выбрасывают Хамец какой-то, он начинает принадлежать вам тоже. Песох. Поэтому стоит, скажем так, сделать как эфкер, то есть убрать свое хозяйское право на этот бак на Песох. И Хамец, естественно, ваш не будет. Теперь вопрос такой. А до какого времени нужно в пятницу сжечь Хамец? В обычный год есть четкие времена. То есть, время нужно сжечь Хамец от шаши шит. То есть, до окончания пятого часа. В календарях пишут время точно. В каждом месте по-своему, в зависимости от того, когда солнце встает и так далее. То есть, во сколько последняя точка, когда сжигают? Ну, а что в нашу такую пятницу, которая, в принципе, не преддверие Песоха, а преддверие Песоха – это шаббат? По идее, если в обыкновенный год после изучтожения Хамца Хамец есть уже нельзя вообще. Есть понятие «сокзманахилат Хамец» – окончание время, разрешенного для поедания Хамца. То это время наступит в шаббат утром, а не в пятницу. По этой причине, я могу Хамец есть, в принципе, всю пятницу, потом весь вечер пятницы и еще в шаббат утром. То, может быть, можно сжечь Хамец не обязательно до конца пятого часа, а и попозже, там по удобству. По этому поводу Мордохен и писал «сжечь, как обычно». Почему? Потому что, чтобы не запутали, чтобы не перепутали с другими годами, а то здесь так, здесь так, и могут нечаянно в обыкновенный год потом сжечь, как не вот в такой наш необычный. И так действительно установили на Аллаху Шуханарух, что так лучше всего сделать. Понятно, что если вы забыли, не сожгли, то можно пойти и сжечь. Но лучше всего изначально сжечь, как в обыкновенные годы, то есть до времени сжигания Хамца, как будет написано в календаре. Теперь, можно ли после этого, вы сожгли Хамец, можно ли кушать потом Хамец, то есть после того, как вы сожгли, по идее. Да, кушаем Хамец, все нормально, тот Хамец, который оставили на Фессах, на Шаббат, можете кушать его в пятницу, даже после сжигания Хамца. Все хорошо и замечательно. Теперь мы разберемся это с проверкой Хамца и уничтожением Хамца с особой аспектной. Теперь то, что нам осталось, это бетуль Хамец, то есть аннулирование Хамца. У нас аннулирование Хамца мы делаем два раза обычно. Первый раз мы делаем вечером, после того, как мы сделали проверку со свечкой, и там аннулируем то, что мы не нашли, то есть оставляя с обняком то, что мы оставляем пока или нашли. Кстати, вы не можете аннулировать то, что вы нашли, потому что если вы аннулируете то, что собираетесь завтра сжечь, то оно больше не принадлежит, вы сжечь уже не можете. Поэтому вечером аннулирование только то, что не нашли. Второе, утром после того, как сжигают Хамец, делают следующую вещь. Делают, говорят, аннулирование Хамца, но уже всего. То есть, да, нашел, не нашел, все, что есть, нету, то есть, да, аннулируется все. Так вот, по поводу аннулирования Хамца вечером делают, как обычно, то есть, после проверки Хамца за свечой, говорят слова битуль, коль хамира, коль хамира, то есть, да, весь Хамец и весь Саор и так далее. Говорят об этом, то есть, любая закваска, любой Хамец, который я не нашел, это говорят. Утром. По поводу утром Магариль пишет следующее. Когда эре в Песах шихальбе шаббат, то есть, когда преддверие Песха упадает на шаббат, то утром не делают аннулирование Хамца после его сжигания в пятницу. То есть, мы сжигаем Хамец, но не делаем битуль. То есть, мы не аннулируем Хамец, потому что Хамец еще остается. Хамец еще остается, то есть, мы еще его оставляем, мы еще можем есть. И как-то странно, что его аннулируешь, но он очень-очень остается. Таким образом, когда мы, да, аннулируем Хамец, мы аннулируем Хамец до конца пятого часа. Снова будет написано в этом году, в шаббат, когда аннулировать. То есть, мы должны аннулировать Хамец, в шаббат наступит время запрета уже Хамца с четвертым часом сват, восхода солнцем временным. И к концу пятого часа временного мы должны делать битуль Хамец. То есть, да, в принципе, сказать вот эти вот слова, то есть, уже аннулируя весь Хамец, который есть, который нашли, который не нашли, все-все-все-все. Все, это уже в шаббат. Есть один вопрос. А если человек не оставляет Хамца вообще на шаббат? То есть, в шаббат он же ест только шер на анапесе. Как это делать, мы поговорим на следующем уроке, то есть, когда будем говорить про суда в шаббат. Он решил, что он не будет есть Хамец вообще. То есть, он все, Хамец вышел из дома. В этом случае ему тоже ждать шаббата? Или он все-таки да может сказать, уже сжигая Хамец в пятницу? В этом случае он может уже сказать, если он Хамец не оставляет и не собирается есть Хамец вообще, то он может сказать битуль Хамец, аннулирование Хамца после его сжигания в пятницу. И это даже лучше. Объясню, почему. Потому что, если он не сделает это сразу после сжигания Хамца, он может в шаббат забыть. Так как он уже и так Хамец не ест, то ему ничего не напомнит, что ему нужно аннулировать Хамец, и это нехорошо, и тогда лучше сделать так. В принципе, мы захватили все, что связано с проверкой Хамца, с уборкой Хамца, с уничтожением Хамца, с аннулированием Хамца. То есть Бердикат Хамец, Никайон Хамец, Биур Хамец и Битур Хамец, включая всякие особые законы, связанные с РФ Песах Шахальба Шаббат. То есть, когда преддверие Песах попадает на Шаббат, я только вам сделаю итог подведу практической Галахи, что мы делаем в этот наш особый Песах. Итак, мы проверяем Хамец со свечой в четверг вечером. В четверг вечером после проверки мы делаем Битуль Хамец. Итак, повторяю. В четверг вечером мы делаем проверку Хамца со свечой, то есть, как полагается, ищем Хамец. После проверки мы делаем Битуль Хамец, аннулирование Хамца, как после проверки, тот Хамец, который мы не нашли. В пятницу утром мы сжигаем Хамец в обычное его время сжигания, как каждый год, но не делаем Битуль. Битуль мы делаем в Шаббат после того, как наступит время запрета поедания Хамца и придет время его уничтожения. Там мы делаем Битуль, аннулирование, которое мы обычно делаем сжиганием. Но человек, который решил уничтожить весь Хамец, он в Шаббат не хочет вообще уже Хамца в доме, в этом случае он может сказать уже в пятницу, сжигая Хамец, и Битуль Хамец, аннулирование Хамца. На этом все. С Божьей помощью на следующем уроке, который уже будет в воскресенье с Божьей помощью, мы поговорим о трапезах в Шаббат. Трапезах в Шаббат, на что их можно делать, как их можно делать, какие нюансы есть. Поговорим о третьей заповеди, которая там еще есть, очень интересный нюанс. Там кроме того, что нужно ее есть, и уже проблема начинается с хлебом, ее нужно есть рано относительно, потому что нельзя есть перед Лелеседов. Вообще ничего обычно для того, чтобы быть голодным Лелеседов. Там есть некоторые нюансы, плюс вопрос ее для Шхеназа в этот Шаббат, тоже это будет реально. И вопрос во времени, когда мы делаем эти трапезы, то есть нужно ли рано вставать. Вы помните, то есть мы упоминали, что нужно съесть Хамец до наступления запрета, это рано. То есть это все с Божьей помощью мы на следующих двух уроках, один за другим в воскресенье проведем. И, как я обещал, потом каширование посуды и прокидание. Топ, на этом мы заканчиваем сегодня. Все, кто нас слушал, запись, всего хорошего. До новых встреч!